Вот такая вот стипендия, она приучит вас к тому, что в современной жизни все время придется сражаться, участвовать в конкурсах, выигрывать. Это касается абсолютно всех сфер жизни. 17 вузов и 14 регионов России. За 20 лет своего существования стипендиальная программа «Альфа-шанс» стала федеральной и охватила одаренных студентов самых разных направлений. 9 декабря проект отпраздновал свое пятилетие в Нижнем Новгороде, где партнером «Альфа-банка» неизменно выступает ННГУ имени Лобачевского. Главная идея – помочь талантливым первокурсникам посвящать больше времени учебе и творчеству. Итоги таковы, что мы вкладываем достаточно серьезные средства в ребят. И посчитайте сами, если каждый стипендиат, а их 10 ежегодно, получает по 2 года подряд, по 5 тысяч рублей ежемесячно, включая каникулы зимние и летние, получается уже вполне себе серьезная сумма, которую банк вложил в Нижнем Новгороде в студентов Нижегородского госуниверситета. И мы надеемся, что эти ребята в дальнейшем вырастут и будут гордостью нашей страны. Это абсолютно благотворительная программа. Благотворительность для нас – это когда мы не ждем никакого эффекта для себя. Сейчас ребятам говорил, что это правило для многих выпускников программы. Кто-то из них работает в компаниях «Альфа-групп», в «Альфа-банке», кто-то выбрал для себя академическую карьеру, государственную карьеру. Мы всем желаем успеха. Для нас мы даем шанс ребятам сконцентрироваться на учебе прежде всего. Уникальность программы, как сказал Кирилл Александрович, ваш проректор, это в том, что это первый-второй курс. Действительно, таких стимпендиальных программ нет. И это доказывает ее абсолютно благотворительный характер. Секрет победы в программе – не только хорошие оценки, но прежде всего целеустремленность, разнообразная креативность, желание учиться и делать свое дело. Как известно, энергия и огонь в глазах во все времена ценнее любого портфолио. В юбилейный год, как всегда, 10 победителей, которые будут отстаивать свое право на два года альфа-стипендии своей успеваемостью. Каждый из этих ребят понимает – будущее отражение сегодняшнего дня. Имею склонность к естественным наукам и учился тоже в физико-математическом лицее. И поэтому гуманитарным дисциплинам в нашей школе уделялось не такое большое время. И вот я понимаю, что нужно будет учить английский, а это стоит денежек. И вот, наверное, я, скорее всего, потрачу на курсы английского языка. Я еще с 11 класса работал над проектом, который называется «Ядерно-процессионный гидроскоп». Это прибор, с помощью которого можно обнаружить воду под землей. Я его сделал, ну, этот прибор еще в начале прошлого года, и я ездил с этим проектом в Америку, в Лос-Анджелес, на конференцию Intel ISF. Ну, мне это все очень понравилось, я понял, что моя деятельность что-то значит, и мне стоит продолжать заниматься этим дальше. Поэтому я это и планирую, воплотить все свои идеи еще в будущее, в жизнь. На будущее у меня достаточно много планов. Я сначала хочу реализовать себя в качестве ведущей, в качестве певицы, а дальше я хочу открыть свой ресторан. Планы, на самом деле, большие, но я надеюсь, что справлюсь. На самом деле у меня сейчас смешанные чувства, я очень счастлив. Это очень здорово, что Альфа-банк дает талантливым студентам поддержку в таком виде. Потому что на данном этапе очень важно, чтобы человек понимал, что в него верят, для того, чтобы он мог дальше продолжать что-то делать. И вот в этом плане я хочу сказать спасибо организаторам этого конкурса. Это было здорово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова